Что касается Москвы, вы понимаете, если постепенно будет теплеть отношения между Пекином и Вашингтоном, а перспектива у этого не нулевая, мягко говоря, то есть они все равно сразу периодически встречаются, о чем-то договариваются, то как минимум, как минимум, снимаются угрозы применения ядерного оружия со стороны Москвы в отношении Украины. Как минимум, это самый минимум. Потому что Китай может занять еще более резкую позицию, сказав Москве, что, слушайте, друзья, если вы так себя поведете и будете эксплуатировать риторику такого ядерной угрозы, то мы тоже можем повести себя по-другому. Почему Китаю невыгодно? Я уже много раз говорил. Не только размещение ядерного оружия на территории Беларуси, не только угроза применения ядерного оружия вредна. Просто разговоры об этом вредны Китаю. Потому что в этот момент Тайвань, например, говорит, а почему бы нам не обзавестись ядерной боеголовкой? То же самое говорит Япония, то же самое рассуждает Южная Корея, Австралия. Они говорят, ну что же, если вокруг вот так вот свою безопасность обеспечить только страну, у которых есть ядерное оружие, так почему бы нам не обзавестись?